Встреча с Тель-Авивом 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 Опыт показывает, что очень зависит от того, откуда человек приехал. Если мы говорим о русскоязычных израильтянах, то большинство выходцев с Украины активно поддерживает, примерно две трети активно поддерживает позицию хунта. Они агрессивные, часто желают смерти всем русским и колорадам, и не стесняются этого сказывать. Примерно треть выходцев из Украины поддерживает страдающий народ Донбасса. В основном это те, кто сам родом оттуда или из ближайших регионов. По поводу россиян тоже можно сказать, что большинство выходцев из России, из обычных городов не из Москвы, не из Питера, они поддерживают народ Донбасса. И среди питерцев я вообще не встречал адекватных. Среди москвичей меньшая часть поддерживает народ Донбасса, а большая часть она почему-то занимает проукраинскую позицию, что мне абсолютно непонятно. Отзывы от людей из Донецкой и Луганской республики, людей из России, из Украины заинтересованных, они очень ценят нашу деятельность здесь. Для них это очень важно. Недавно Глеб Бобров, писатель из Луганска, известный писатель, который предсказал события на Украине, написал статью о том, что Израильский фронт информационной войны за Новороссию, он может быть самый важный на этой информационной войне из заграничных фронтов за пределами постсоветского пространства. Икатем. Икатем. Икатс. Икатерия. Икат. 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 Продолжение следует...